всем привет пришло время опять немножко ответить на вопросы заданные вот в этой нашей теме которая находится на форуме специально для задавания вопросов получения на них видео ответов это 15 выпуск если не ошибаюсь ответами на вопросы я вообще сейчас много в чем могу ошибаться потому что третьи сутки уже заканчиваются как я на одной водичке сижу это тоже завершающая часть эксперимента скажем так остались там хвосты определенная сейчас мы их закрываем поэтому я сегодня вроде ожил но вчера совсем были мне виллы но я посмотрим как я смогу отвечать на сами вопросы и так спрашивает варвар добрый день александр занимаясь power лифтингом интересует такой вопрос в чем заключается локальная мышечная перетренированность как это можно более-менее научно объяснить привожу пример в данный момент неплохо прибавляю в силовых показателях всех упражнений вид наверх тела например жим лежа подтягивания подъем на бицепсы чувствую перетренированность в упражнениях которых преимущественно задействование мышцы ног становая тяга сумо и приседания при этом провал в приседе и тяге это сто процентов не растренированность мы совершающих данные движения просто штанга становится все тяжелее и тяжелее с каждой последующей тренировкой сейчас вообще решил взять отдых и тренировать низ тела в приди предельно легко в течение месяца обычно общая перетренированность сказывается на мне достаточно обычно спад силовых во всех упражнениях но тут общего перетрена не наблюдаю как это можно объяснить добавлю еще то что в таком односуставном упражнении как сгибание голени работа на задней поверхности бедра я прогрессирую тренировки к тренировке и тем не менее далек от своей хорошей формы потяги первое локальная перетренированность такое относительное мероприятие скажем тогда если можно выразиться и перетренированность на самом деле она это общее понятие касающиеся всего организма в целом и отражающие в первую очередь состояние нервной системы ну то есть это уже крайняя степень утомленности или переутомления тренировочного процесса когда нервная система уже не в состоянии нормально восстанавливаться уже использовала все ресурсы даже частично их не может восстановить для того чтобы опять переносить нагрузки это потом сказывается на всех остальных узлах и местах нашего тела от суставов сухожилий до самих мышечных но еще ощущение прочее прочее на самом деле это чисто нервное проявление местное нервное такое утомление может быть но это не перетренированность это связано только со спазмами самих мышечных клеток которые могут быть перегружен ими хотя спазмировать можно и просто за одно повторение есть такие эффекты и второй момент спазмированные мышцы или отдельные их части в состоянии пережимать кровоток и сосуды естественно которые обслуживают этим этого эти мышечные клетки которые находятся сейчас допустим в данное время в состоянии спазма ну и соответственно спазмированная мышечная мышечная группа потребляет очень много энергии даже в пассивном состоянии поэтому нервное окончание которое к ней подходит скажем так двигательный единица спазмировалась за нервное окончание которых не подходит она естественно постоянно поставил обязанно поставлять импульс туда и по сути хотя мы этого не ощущаем это там на микро уровне происходит и естественно само нервное окончание изнашивается за счет из расхода своих реактивов да и скажем так нервы медиаторов которые обеспечивают прохождение импульса по волокну через синапсы и в итоге она тоже становится таким поношенным и невосстановленным то есть отсюда про могут быть проявления именно локальные в слабости какой-то конкретно взятой группы мышцы но общее состояние нет не там скажем так утомление нервной системы это есть перетренированность весом он достаточно даже редкая я бы сказал на самом деле не все что можно считать перетренированностью на самом деле является перетренированность в твоем случае да вот ну тут описано много чего и при этом не описано ничего по сути возможно у тебя просто проблема с поясничными мышцами возможно есть где-то спазмы в квадрицепсах то есть ты ты говоришь у тебя проблемы именно в глобальных упражнениях в базовых в тяге в приседаниях до в которых участвует все тело слабых звеньев там целое море именно из-за одного слабого звена у тебя вполне реально могут там падать результаты в общем в целом упражнении поэтому ты видишь в изоляции у тебя все в порядке и в верхней части тела у тебя все в порядке и как только так берешься за базу где участвует и верх и низ до без изоляции возникают проблемы я обратил внимание на средний сектор на область пресса и поясничных мышц возможно проблема именно там но опять же если где то есть если слишком много было работы с ногами то особенно с квадрицепсами дали там ну или в общем с бедром то недовосстановление бедра может быть связано опять же со спазмированностью отдельных и двигательных единиц или целых массивов ты этого не можешь не ощущать но когда ты тыкаешь но такой когда чуть при встать надо ли чуть присесть и там кое-где возникает такая поднимающее ощущение в мышцах внутри там в какой-то секции это как раз вот эти вещи есть поэтому на самом деле те же принципы переформатирования до нашей нашего курса тренировок который рассчитан на полгода вот он здесь в углу висит у нас да они как раз и рассчитаны на в первую очередь на снятие этих спазмов потому что спазмированное волокно не на ней не напрягается так вопрос номер два ну как был как мог ответил то есть дальше твои поиски уже тебе нужно локализовать вообще на самом деле проблему в чем она заключается а не а не пенять пока что на общее твое состояние дальше спрашивает это второй вопрос боди серж здравствуйте александр у меня такой вопрос постоянно практикую углеводное чередование четыре дня белковых один день углеводный в то время когда кушаю белки чувствую себя великолепно на когда наступает углеводный день то при первом же приеме углеводов кушаю исключительно рис на меня нападает сонливости потеря сил и так длится до тех пор пока не скушаю чего-нибудь сладкого только тогда появляется сила на сладкое кушать не хочу так как предпочитаю медленные углеводы из-за какой причины наступает сонливость чем это связано но я щас тут открою себе вкладочку я я редко задумался вообще на самом деле над этим вопросом но вот решил детализировать его да и тут куча статей куча всяких материалов по поводу сонливости после углеводов но и самая распространенная причина это как же шон сейчас я найду а в веществах которые вырабатывают нейроны головного мозга орексин называется вещество якобы это вещество отвечает за состояние бодрости и там для дилетантов описываются эти вещи за состояние готовности поиска еды да ну вот так вот и получается что когда человек потребляет богатую белками пищу у него производство нейронами орексина якобы не снижается то есть он постоянно бодрячок но как только он получает углеводы у которых гликемический индекс естественно выше чем у белков до уровень сахара резко повышается и количество орексина производимая теми же нейронами резко снижается и отсюда на резко появляется вот это состояние сонливости и упадка но в твоем вопросе есть одно уточнение после сладкого тебе становится легче да и опять появляется бодрячок и я у меня есть второй вариант какой из них больше тебе нравится выберешь уже сам смотри четыре дня без углеводов это четыре дня закидывания кишечника белками я по опыту своей чистки которая проводила еще в летом 2014 года могу сказать одно белки в кишечнике после того как мы их съели могут находиться неделю неделю в зависимости от даже может быть и больше все зависит от состояния кишечника изначального конкретно взятого человека так вот остатки белков когда там уже на веганском питании было потом вообще был на одном яблочном фрэше пять дней да так вот до яблочного фрэша я белки кушал за 10 дней последний раз и вот скажем так остатки белковой пищи из меня выпадали еще в течение нескольких дней когда я уже был на яблочном фрэше ну то есть это очень хорошо видно на самом деле я не буду описывать в чем разница как-то отличить сами разберетесь что это именно белковые остатки ну вот такой вот прикол они долго там болтаются теперь смотри четыре дня ты пихал в свой кишечник белки ты думаешь что на пятый день их там уже нет их там еще целая куча какие-то уже усвоены по переваренный от них только хлам остался какие-то еще нет знаешь прикол какой и получается в чем фишка ты кидаешь туда углеводы рис которых не было четыре дня бактериальный состав кишечника очень быстро меняется очень быстро приспосабливается особенно если ты систематически играешь туда-сюда четыре дня ты без углей определенное количество там бактерий там прочее 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 да там немножко сложили лапки да и тут бац ты кидаешь туда рис рис обладает ну еще зависит от того как ты его развариваешь да может его в виде песка вообще-то насыпаешь почти не разваренная может быть развалишь слишком сильно но по сути рис падая в кишечник который еще тебе кажется шум пустой на самом деле заполнен переваренными и недопереваренными белками недоусвоенными возникает такая штука скажем так затрудненное пищеварение называется на кишечник нападает серьезная нагрузка еще больше чем была до этого потому что уже два типа пищи в нем находятся он еще со старыми белками сразу углеводы упали ему с ними тоже что-то нужно делать да и у меня такое ощущение что в этот момент просто твой кишечник натаскивать на себя слишком много крови для того чтобы с этим делом всем разобраться общий объем крови поступающей в голову резко уменьшается соответственно снижается количество сахара которое попадает в голову количество кислорода и прочее прочее начинаешь тухнуть но как только ты сладкого съедаешь сладкое начинает усваиваться наверное еще прямо во рту и пока она доберется до кишечника уже часть глюкозы оттуда попадает в кровоток да допустим и уже эта штука помогает просто приподнять уровень сахара в том уровне крови который достается в этот момент в твоей голове и соответственно тебя возможно будет возможно такой механизм работает то есть а для того чтобы понять как же оно на самом деле тебе несколько опытов экспериментов нужно привести для того чтобы хотя бы методом исключения понять что же на самом деле у тебя так срабатывает ну вот так два моих варианта так следующий вопрос вопрос номер 3 так задал его Яро 3 шестерки здравствуйте подскажите пожалуйста при выполнении тяги в наклоне в силовом стиле 6-8 повторений сильно забивается поясница да и к тому же она теперь временами болит даже во время отдыха похоже на травму может ли быть такое что мне это упражнение просто не подходит и в силу этого на поясницу ложится очень опасная нагрузка или мне может просто сменить угол ближе к ядцевскому и все заранее благодарю за помощь если сменишь угол к ядцевскому ты будешь больше работать трапециевидными мышцами задней дельты они широчайшие классическая тяга в наклоне в параллели с полом работает в первую очередь широчайшие мышцы поэтому тебе нужно определиться во первых с чем ты хочешь вообще работать с какими конкретно мышцами на теле второй момент то что сбивается поясница говорит о том что она работает больше ног поясница должна быть в прогнутом состоянии практически не функционировать то есть если тебе хочется читинговать в этом силовом стиле да то есть вот эти вот вещи делать слегка подрывать штангу это делается ногами исключительно ногами а то вещи твои стоят неподвижно вот ноги работают и в этом случае ну и задница естественно должна быть отведена больше назад тогда нагрузка на поясницу вообще будет минимальной то есть потому что ну потому что и в итоге поясница перестанет работать вот так вот на нее снизится нагрузка и она перестанет у тебя там забиваться вот в чем фишка я думаю что весь ответ просто в технике если ты не смотрел видео о технике тяги в наклоне на моем канале то вот оно здесь смотри разбирайся нужно будет возьми сними себя сбоку на видео во время выполнения ты сразу сам увидишь все свои ошибки когда сравнишь с той информацией которую видео предоставлю вот и все вопрос задал верь в себя хорошенький тема вопроса перетренированность опять здравствуйте Александр благодарю вас за то что вы делаете для нас ну и вам спасибо за то что смотрите читаете и пишите так вот в интернете уже все разжевано от края до края а вот годной информации про перетренированность нету насколько я понимаю она выражается у каждого по-своему но волнует вопрос какие меры стоит применять чтобы не впасть в это состояние какие меры когда уже впал как это состояние определить вообще ну я уже говорил при его ответах на предыдущие вопросы что это общее утомление в первую очередь нервной системы после того как она наступает начинает потом ныть суставы многие мышцы вот здесь вот начинает ныть между лучевыми костями там и куча моментов куча но первое состояние это тупо общее состояние подавленности усталости на тренировке с самого начала тренировки плюс спад весов глобальный везде да там особенно в базовых упражнениях где работают много групп мышц и обязательно находится слабое звено плюс нежелание выполнять базовое движение в полную силу это опять же говорит о том что нервная система все так вот мой личный пример описывает верь в себя тренировался по 5-ти дневному сплиту грудь спина плечи ноги бицепс плюс трицепс отдых отдых таких выполнял 4 недели затем 5 всегда отдых то есть недельный цикл то есть 4 недели тренировался одну неделю отдыхал особенность тренировок высокоинтенсивный режим с постоянным минимальным прогрессом отягощения и ежемесячным прогрессом в отдыхе длительность тренировки 30-40 минут крупная группа 4 упражнения маленькие по 3 все по 3 подхода по 12 повторений хотя в последнем всегда отказной мог варьироваться до 9 повторений сами понимаете градация силы упражнения всегда были одни и те же я ни с кем не говорю я весь там в процессе на 100% ухожу на 40 минут без возврата как это выглядит на примере жима гантелей в день груди это первое упражнение 12 повторений 26 килограмм на 12 потом отдых минута 30 на 11 повторений отдых минута 13 на 11 10 повторений далее отдых 2 минуты это между упражнениями на следующей неделе я жму 28 на следующей 30 на 4 32 неделя отдыха начиная с 2 месяца начиная с прошлого веса 32 на пауза каждый новый месяц становится на 5 секунд меньше теперь она 1.25 1.55 ну какой ты тошный это ж надо все засекать не слишком сложно ты пошел таким образом мне всегда удавалось сделать прогресс в весе в гантелях точно это же шаг в 4 килограмма тогда я повторял вес на следующей неделе наделал 13 повторений на следующей и брал больше на примере тяги одной гантели к себе то на протяжении всех 7 месяцев я прибавлял по пол или по одному килограмму и с 18 кг в итоге вышел на 38 проще говоря каждая тренировка должна прибавить вес на снаряды на редкие и за редким исключением количество повторений каждый месяц я понижал паузу в итоге вышел на 15 на 50 секунд фиксируя паузу строго секундомером рост был шикарный каждый месяц я рос на один сантиметр везде а в обхвате груди на два и ток плюс 13 килограмм примерно примерно 7 месяцев я достаточно сухой начальный вес 61,62 финальный 74 но потом рост резко встал ничего не росло вообще бла-бла-бла решил отдохнуть затем попробовал на 17-18 короче итог читаю затем попробовал на 17-18 повторений поработать почему именно 17-18 все бестолку начали появляться режущие боли по спине в итоге вылетел как пробка от шампанского все болело и спас только мануальчик слил всю форму что набрал что высекал кровью и потом идеальным режимом все что я делал это ел спал и тренировался мой день жил тренировками на 40 минут то есть создал себе все условия до начала такого тренинга занимался серьезно спортом за всю свою жизнь поэтому был готов к нагрузкам неужели приложил слишком много усилий или надо было наоборот когда перестало расти увеличивать количество подходов а не отдыхать жесть куда уже увеличивать что мне с этим делать ведь я планирую все начать сначала сейчас форма как-то да перед стартом я не демотивирован тем что вложил в море усилия получил шиш с маслом я готов разнести свой лучший результат и пойти дальше но вот вопрос как снова не разнести себя и не откатиться назад спасибо вот переформатирование тебе туда это раз второе то что ты делал ты просто подключал новые двигательные единицы в работу с каждой тренировкой но так как режим тренировки у тебя все был все был все время на износ энергетики энергетики мышечной энергетики нервной системы уменьшая количество отдыха между подходами ты же знашиваешь очень сильно и батарею и все остальное максимум что ты смог сделать вот эти 30 килограмм это только подключить 13 килограмм подключение максимально возможного для тебя на тот момент количество двигательных единиц которые знаешь что сделали просто прибавили в тонусе у них даже не было гипертрофии они просто расширялись за счет саркоплазматической жидкости то есть за счет увеличения объема наполнения водой вот твои 13 килограмм ты просто смог подключить постепенно какое-то количество волокон и естественно подключенное волокно сразу наполняется нормальной водой приобретают тонус все потом когда ты добрался до предела возможного подключения волокон для тебя лично ты резко заехал в фазу перетренированности и спазмированности то есть то что у тебя спина начала резать это говорит о том что у тебя спазмы мышечные были везде просто на спине это проявляется тем что начинает это действие очень сильно на позвоночник на самом деле сложная структура эти спазмированные волокна глубоких до поверхностных начинает твой позвоночник таскать в разные стороны в итоге для того чтобы тебе полегчало да тебя спас мануальщик тупо во первых просто расслабив тебя хотя бы спину расслабив тебе для того чтобы добраться до тех мест которые тебе там начали доставлять боль просто за счет гипертонусов то есть то что я писал это классический стандартный тип тренировки новичка который просто бери побольше кидай подальше и но это очень быстро заканчивается ну и как видишь кроме воды ты ничего не набрал потому что ты их слил тих быстрее чем набрал то есть учись тренироваться по-новому переформатирование там целый курс схем которым приложен совершенно иной нормальный новый подход к самому выполнению упражнений к режиму дня ко всему остальному то есть то то на чем вообще никто практически не акцентировал внимание кроме пары человек не буду говорить каких да но вы их все прекрасно знаете то есть там это все разжевано рассказано и применено на начальном этапе ну даже на этом начальном этапе оно даст уже достаточно нормальный выхлоп а вот эта неделя отдыха которая у тебя там была она в принципе по сути ничего не решала потому что она просто не успевала ничего сделать ну и опять же после этой недели ты опять начинал делать то же самое еще больше завинчивая гайки укорачивая отдых и прочее прочее ну в итоге пришел к тому к чему пришел это ну так вот как то так и еще один вопрос мистер нуар спрашивает достаточно сложный вопрос такой я так смутно себе представляю что я на него сейчас отвечу это наш подписчик постоянный расскажите как тренироваться и вообще сосуществовать с приемом кортикостероидов назначенный доктором сначала принимал преднизолон потом перешел на метил преднизолон и все это длится года два с половиной неприятно схватывает сказывается на иммунитете простудная всякая фигня липнет недавно вот грипп был с температурой 40 суставы кажется не совсем в порядке потому что локти одно плечо и запястье дали о себе знать на третьей неделе второй фазы плентович конечно прервался думаю не меньше чем месяца на два пока не разберусь запястьем но общая ситуация немного удручает я как бы уже что ли не вывожу такие темпы тренировок если что силовые скромные жим 90 на 3 присед 110 на 6 становая 140 на 4 рост 185 вес 85 90 возраст 21 подскажите правильный путь ну если ты подписан на переформатирование не помню или нет если подписан то есть то бросай плентовича и занимайся хотя бы возьми те принципы которые там используются для как подложка для самих схем потому что на самом деле тренироваться на кортикостероидах или скажем так на кортизольных препаратах достаточно сложно первое что они делают они выносят иммунную систему гасят и второй момент они гасят сухожилия и суставы то есть там все грубеет хрупкое становится жидкости меньше и дубовое подложка переформатирования тебе поможет как раз хотя бы убирать эту дубовость из суставов и потому что иначе ну и для того чтобы полностью ответить на этот вопрос нужно понимать как тебе сказать причины по которым назначен курс лечения кортикостероидами тогда можно как-то сыграть появляется поле для маневров вот лучше еще свой вопрос как бы у нас там есть закрытые разделы да на портале на форуме там тренинг питания там фармакология вот в вопросе вот в теме фармакологии или тем где у тебя есть доступ там задай этот вопрос еще раз только опиши или в личку напиши на портале да потому что мне самое интересное какая причина назначения такого лечения ты может где-то и писал но я не помню уже и тогда попробуем как-то размотать этот ящик фу так все с меня на сегодня хватит что-то заговорился вроде без еды но ее рот не закрывается надеюсь ничего лишнего не болтнул нигде там грубо не ошибся и бреда не накидал подписывайтесь на наш канал регистрируйтесь в нашей группе вконтакте регистрируйтесь на нашем портале подписывайтесь на курс тренировок переформатирования на полгода учитесь заново и по-новому тренироваться вместе с нами ну а на сегодня все до встречи они Редактор субтитров А.Семкин